В чемпионатах не в европейских, лишь в олимпийских турнирах команда ГДР дважды была третий, один раз второй, а в 76-м году стала чемпионом Олимпиады. Но вот, по общему мнению, еще никогда так слабо не играла сборная ГДР, как вот в этом нынешнем сезоне. Вот почему произошли серьезные изменения, как в составе самой команды ГДР, так и в рядах тренеров. Новым тренером назначен Манфред Цапп. Он и руководит сейчас сборной ГДР. Он же в интервью, перед началом встречи, в лаконичном интервью сказал, нам терять нечего и отсюда вся наша игра. Сами прекрасно понимаете, что это означает. Валерий Лобановский был тоже немногословен, заметил, что сборная ГДР сильный соперник и сборная СССР в этом матче в Киеве придется очень и очень нелегко. Вот, пожалуй, так сказать, и все, о чем говорилось вокруг этой встречи, вот в эти дни, предшествовавшие этому матчу. Ну а перед началом встречи, перед началом встречи здесь состоялся короткий митинг в связи с третьей годовщиной Чернобыльской аварии. В эти минуты проходят митинги на стадионе «Динамо», где собрались студящиеся почтить память жертв Чернобыльской трагедии. Минутой молчания почтили память здесь футболисты, участники этого матча и зрители, собравшиеся на республиканском стадионе. И вот матч начался, матч отборочного турнира между сборными командами Советского Союза и Германской Демократической Республики. Сегодня в Киеве хорошая весенняя погода, около 15 градусов тепла, светит солнышко, город уже весь в зелени, бушует... Я бы сказал так, значит, вишневая кипень, очень много вишенки, все они цветут. Одним словом, даже, так сказать, как-то и уже и забывается, что весна. Короче говоря, все сейчас готово к тому, чтобы матч этот был проведен на высшем футбольном уровне. Ну и мы ждем, конечно же, интересной бескомпромиссной борьбы. И, откровенно говоря, я и сам себя настраивал именно вот на такой и репортаж, и на такой матч, представляя себе, каким он будет. Составы играющих сегодня команд. Сборная ГТР. Йорк Вайслог защищает ворота, он же капитан команды. Второй номер Ракт Хаупман. Третий Франк Либеран. Четвертый Андреас Траутман. Пятый Матерс Дешнер. Шестой Хейко Шольц. Седьмой Матерс Саммер. Восьмой Дариус Возз. Девятый Томас Долл. Десятый Свен Келлер. И одиннадцатый Андреас Том. Я назвал его уже в начале тренера. Манфред Цапф, главный тренер. И сборный ГТР. Сборная Советского Союза. Капитан команды Ренат Досаев защищает ворота. Второй номер. Олег Лужный. Третий Сергей Горзукович. Четвертый Олег Кузнецов. Пятый Сергей Олейников. Шестой Василий Рац. Седьмой Алексей Михайличенко. Восьмой Геннадий Литовченко. Девятый Александр Заваров. Десятый Олег Протасов. Одиннадцатый Игорь Добровольский. Главный тренер команды Валерий Нобановский. Судейская бригада. Кеннет Хоуп. Судья в поле. Ему помогает Эндрю Уодл и Джимми Деней. Все арбитры из Шотландии. Комиссар матча представителей Европейского союза футбольных ассоциаций Домингер. Августин. Испания. Наши в атаке. Идет. Коминута. Опасный момент. И мяч влетает в детскую ворот. Сборная Советского Союза. Открывает счет. В очень важном матче отборочного турнира. Великолепный пас в разрез между двумя защитниками. Выходит навстречу вратарь Георг Байслог. Казалось бы, даже уже и предугадал направление полета мяча. Бросился на какую-то долю секунды вправо. Но четкий удар последовал в дальний угол ворот. И мяч оказался в сетке ворот сборной Германской Демократической Республики. 1-0. Впереди наша команда. Ну, если посмотреть турнирную таблицу, то сейчас пока лидирует сборная Турции 5 очков. У сборной Советского Союза 3 очка. У команды Австрии ГДР и Исландии по 2 очка. Врвется к воротам Протасову. Сейчас атакую защитник выбивает мяч за пределы поля. Ну, так вот, если проиграет сборная ГДР, то, по сути дела, она потеряет шансы завоевать одну из путевок на мировой чемпионат. Все дороги футбольные ведут в Рим, образно говоря. Ну, а победа нашей команды, конечно, укрепит ее положение в этом очень напряженном и интересном турнире, где в соперниках и сборная Турции, и команда Австрии. Одним словом, интересный предполагается турнир до конца года. На третьей минуте Игорь Добровольский открыл счет в этом напряженном, безусловно, я таким его только и представляю, матче. И наши впереди. Следующий матч. Спорная СССР сыграет с командой Турции на ее поле 10 мая. А 31 мая встретится уже в нашей стране с национальной командой Исландии. Ну, вот и арбитр на ваших экранах, главный Кеннет Хоунт из Шотландии. Опоздавшие зрители постепенно заполняют пустующие места. Я думаю, что, может быть, еще минут 10-15 пройдет, и, может, так случится, ни от того вообще свободного места не будет. Ну, если отсутствует, я думаю, то тысяч пять. Одним словом, девяносто пять, так примерно, тысяч на стадионе на этом матче. Нарушение правил со стороны сборной Германии и Матистской республики. И сейчас наши пробьют штрафной. На табло появилась информация о том, что сейчас температура воздуха плюс 16 градусов. Вот опасный момент, Михаличенко не успел подпрыгнуть и сыграть головой. Удар Литовченко не точен, и мяч уходит за пределы поля. Ну, конечно, организации этой встречи заслуживают всяческой похвалы. Все службы приведены в полную, так сказать, боевую по-настоящему готовность. Пресс-центр великолепно работает, буфеты продают программки. Здесь спонсоры, как говорится, себя не жалеют. Ну, конечно, обязательно надо сказать о том, что спонсором сборной команды Советского Союза является фирма «Электроника». Рекламно-производственное объединение. Так сказать, активно финансами помогает в подготовке сборной Советского Союза. Так что просто я выполняю просьбу всей сборной СССР и руководства команды о том, что вот таким внимательным спонсором является вот это объединенное объединение «Электроника». Вот и таблица, посмотрите, как раз нам показывают. Турция 5 очков после 4 матчей. Сборная Советского Союза набрала 3 очка после 2 встреч. Так что, конечно, вся борьба еще впереди, но успех в этом матче с таким важным соперником, как команда ГДР, которая пусть и неудачно выступает в нынешнем зоне, но по-прежнему все-таки ее со счетов не сбрасывает с точки зрения ее возможностей потенциальных. И вот посему и считает наши тренеры, что победа над командой ГДР откроет путь сборной Советского Союза, путевки за поездку в Италию. Ну и, повторяю, шансы футболистов ГДР, конечно же, опустятся до минимума. 1-0. Впереди сборная СССР. На третьей минуте Игорь Добровольский добивается успеха, завершив отличную комбинацию нашей команды. Заваров. Это Михаличенко был на месте центрального нападающего, и вот ему пытался сделать передачу Заваров, и даже если, мне кажется, она удалась, то Михаличенко был бы все равно вне игры. Судья, так знаете, уже сделал даже движение флажком, но увидев, что мяч вышел за пределы штрафной площади, и владели мячом футболисты ГДР, игру не остановили. Нарушение правил еще одно со стороны футболистов ГДР, и наши вводят мяч в игру, теряют. Очень много футболистов в составе ГДР представляет Дрезденская Динамо. Эта команда практически уже чемпион своей республики. Семь очков отделяют этот клуб от идущих на втором месте соперников. Здесь же есть футболисты из Берлинского Динамо и других городов не игры. Конечно, тренеры нашей сборной столкнулись с определенными трудностями в комплектовании команды. Ну, откликнулись наши, так сказать, зарубежные профессионалы. Заваров, Досаев. Рад, они приехали на этот матч. Хидиатуллин, к большому сожалению, не смог прибыть на эту встречу в связи с тем, что он проходит курс лечения, получив травму в чемпионате Франции. Ну, и нам, разумеется, интересно, в какой же форме находится и Досаев, выступающий за Сивиль Верац, играющий там же в Испании, но за клуб Эспаньоль. И Заваров из Ювентуса. Ну, конечно, очень много у нас в редакции писем и телефонных звонков. Об этом и писал Овбрест. Вопрос, почему же нет в сборной команде Советского Союза Спартаковца Федорова Черенкова, который так блистательно играет в нынешнем сезоне. Пожалуй, даже играющий сильнее многих-многих других. Ну, я задам тоже себе этот же вопрос и вслух. Откровенно говоря, как надо играть, чтобы такой игрок, как Федор Черенков, вошел в состав сборной Советского Союза? Этот вопрос я задавал еще в 1982 году относительно и Давида Кипиани, и Владимира Гуцаева, великолепно игравших тогда, но не попавших в состав сборной Советского Союза на чемпионат мира в Испании. Конечно, это мнение главного тренера, его окончательное решение, но все-таки и общественное мнение сбрасывать со счетов. Нельзя так же, как и мнение многих-многих специалистов, которые едины в том, что Федор Черенков играет в этом году очень здорово. Наши с мячом. Пас вперед. Кузнецов отбирает мяч на лево-рацу. Горлукович, Кузнецов. Ну, сейчас футболисты ГДР почти всей своей командой отошли на свою половину. Таких два заслона впереди только центральный нападающий остался. В общем, такую ведут позиционную борьбу. Наши ошибаются, теряют мяч. Вариант контратаки намечается со старой сборной ГДР. Но наши прессингуют, отнимают мяч. Ни игры нет в этой ситуации. Но чуть раньше было, посмотрите, нарушение правил. Спит с ног был Андреас Том. Один из ведущих футболистов сборной ГДР. Если многих поменяли в команде, то, конечно, остался в команде Том. Так же, как Дёшнер. И вот сейчас ему оказывают помощь доктор команды. Игра будет продолжена. В штрафной сторону ворот сборной Советского Союза. Капитанствует сегодня в команде ГДР в Йорк-Вайслокш-Галл-Кипер. Он много лет уже в сборной. Однако лишь вот со второй половины прошлого года получил место в основном составе. Удар от ворот. Вот на этом и закончилась контратака сборной ГДР. Толчок в спину. Атаковали неверный Алексей Михайличенко. Штрафной. И жёлтая карточка нарушителю. Ну вот видите, там толпа игроков. Води угадай, кому же всё-таки показал жёлтую карточку? Десятому номеру он толкнул. Да, вот десятый номер. Свен Келлер получил предупреждение, которое будет занесено в протокол сегодняшнего матча. А значит, и будет всё это занесено в тот самый контуит дисциплинарный Международной Федерации Футбола. Стенку велел Вайслов поставить, закрывая правый угол ворот. В левом угол кипер. Ну, стоят близко очень игроки к мячу. Поэтому судья даёт указание отодвинуться на 9 метров положенных. Хотя, на мой взгляд, и 9 метров нет. В этой ситуации мы сейчас предвигаются постепенно футболисты. ГДР снова поближе к мячу. Ну, что тут наши придумали в этой ситуации или отыграли? Ну, вариант нам уже известный. Много раз повторявшийся. Подбрасывается мяч игроку вверх. И тот, так сказать, с хода, не давая ему опуститься на землю, бьёт по воротам. В данном случае Алексей Михайличенко. И мяч по траектории, значит, направляется в сторону ворот. Ну, если попадёт игрок таким образом в створ ворот, то галкиперу очень трудно отразить такой удар. Почему? Потому что, как правило, вратарь выходит из ворот. И высшая траектория полёта мяча, ну, как раз его в этой точке и застаёт где-то там, в двух-трёх метрах от ворот. Значит, лучшая позиция на линии. Ну, для этого надо обладать и опытом, чутьём, мастерством, чтобы точно выбрать позицию именно вот там, где нужно. При таких ударах. Ну, удар был неточным. Здесь нарушение правил 1-0. Впереди сборная Советского Союза. На третьей минуте отличился Игорь Добровольский. Подача на ворота. Расчётливость сыграл Михайличенко. Он, вроде бы, и не прыгал. И особо, так сказать, не мешал игроку сборной ГДР сыграть головой. Но стоял рядышком так, поправил его, чуть-чуть подталкивая. И этого было достаточно для того, чтобы мяч от головы соперника улетел недалеко. Досаев его быстренько подобрал в руки. Это уже точная оценка игрового эпизода. Я имею в виду Алексея Михайличенко, за что его, как вы понимаете, чуть-чуть похвалил. Олейников, потеря мяча нашими. Том. Шольц. Ну, конечно же, футболистов Германской Демократической Республики и поклонников футбола ГДР просто повергло в уныние поражение команды ГДР от спорной Турции в Магдебурге. Причем, в общем и целом, хозяева поля имели преимущество. Даже в угловых били пенальти. Но вот, так сказать, а голы забивали турецкие футболисты. И хотя орг-выводы в команде последовали несколько раньше, тем не менее, на этом, видимо, еще пора организационных всяких моментов в жизни сборной ГДР не закончилась. Литовченко выполняет штрафной. Ну, вот вся панорама на ваших экранах. По линии Чилин, Михаил Ильиченко боролся за мяч. Олейников отбрасывает его Рад. Сурад замахнулся для удара по воротам. Но вырос перед ним игрок сборной ГДР. Помеха, тут уже навесная передача в направлении Михаил Ильиченко и Протасова. Футболистов высокий, хорошо играющий головой. Том. Остроумно играет. Неправ наш игрок, Игорь Добровольский, нарушает правила. А проход Тома, его рейд на половину поля сборной Советского Союза был симпатичным. Ну, Том вообще отличается техникой, быстротой, хорошим дриблингом. Удар от ворот. 1-0 впереди сборная Советского Союза. Ну, а что у нас на электронном табло? Я прошу наш товарищи показать. Работает он наш хронометр. Хотя, в общем-то, игра уже останавливалась, и судья добавит. Так что это время очень даже приблизительное. И, кстати, о времени, и нельзя тут же вернуться к вчерашнему матчу баскетбольному. Между Жальгерисом и Будивельником, или строителем, в переводе, киевским, во втором суперфинальном матче за звание чемпиона. Чуть больше подробностей позже. Что-то около 20 минут уже сыграли команды в первом тайме. 1-0 впереди сборная Советского Союза. Гол на счету Добровольского. Протасов. Наш применяет активную защиту. Прессинг моментально атакует соперника уже на его половине поля. Уштропной. И вот гол Литовченко. Его коронный удар. Как раз результат вот этой игры. Той тактики, которая избрана была перед... Значит, на эту игру, так скажем. Потому что наши, потеряв мяч, тут же вступили за него в борьбу. Вот, отобрали. И пока обескураженный соперник разбирался, что к чему. Последовал мощный удар Литовченко в дальний угол. И мяч в прикирку, посмотрите, со штангой. Чуть-чуть даже, знаете, как говорят футболисты, мяч с ноги свалился. А потому получился такой удар под названием сухой лист. Ну, удар не берущийся. А в итоге 20-я минута. 2-0 впереди сборная Советского Союза. Это уже, наверное, произнесу банальная, серьезная заявка на победу. Хотя впереди еще очень многое-много времени. Никит Павлович, так же начальник сборной Советского Союза, что-то активно анализирует, комментирует. Рядом с ним Сергей Мосягин, далее Юрий Морозов, помощники главного тренера, Валерий Лобановский. И, кстати, кандидат в народные депутаты СССР, Валерий Васильевич Лобановский. Так же, как и герой Чернобыля, сегодня все тут очень хорошо вспоминали, Леонид Петрович. А тут скотчка у меня здесь по техническим причинам отвлеки на секундочку. Так же, как и герой Чернобыля, Леонид Петрович Телятников. Извините, еще на одну секундочку я, так сказать, оторвусь. Здесь надо сколько-то и какие-то коррективы есть. Я внимательно. Еще одна желтая карточка. И наши пробивают штрафной. Вот за нарушение вот этого правила. Грубую игру против нашего футболиста. И сесские игроки выполняют штрафной удар. Заканчивается 22-я минута первого тайма. 2-0 впереди спорная СССР. Нарушение правил было. Но, с моей точки зрения, судья обязан остановить был игру и назначить штрафную сторону ворот сборной СССР. Футболисты ГДР мяч потеряли. А нарушение было, потому что игрока гостей наш футболист придерживал рукой. Ну вот примерно так же, но только чуть нежней, будем так говорить. Тут у Заваров неаккуратно сыграл, зацепил соперника и тут упал штрафной. Пятый номер. Дешнер. Мяч в игре. Саммер. Ну вот мы уточнили, что пока технической возможности у нас нет показывать время. Но я теперь уже точно вас буду держать в курсе дела. Мы сверились, так сказать, по хронометру. Вот сейчас уже... 21 минуту, вот точно. 15 секунд сыграли на электронном табло. Время. Команды в первом тайме. Воз. Нарушение правил. Опасная игра, свободный. Выполняет футболисты ГДР. Дешнер. Пасует партнеру. Пас к штрафной площади. По мнению футболистов ГДР было нарушение правил со стороны наших футболистов у штрафной площади. Но судья не зафиксировал этого. И второй номер. Хауптман. Подключается к атаке. Вот он идет с мячом вперед. Пасует направо. Дальше в штрафной площади лишь один игрок сборной ГДР. Находился под контролем Кузнецова. Атака сборной ГДР продолжается. Но не точный пас. И... Горлукович. Рац. И мяч у Рената Досаева. Я спросил перед началом встречи Рената Досаева, как настроение. Устал ли он действительно, так сказать, без выходных, без отпуска. Уже второй сезон играет в футбол. Теперь уже за Севилью. Ну, говорит, скоро уже, так сказать, окончание чемпионата Испании. Вот тогда-то и отдохну. Завтра утром прямо с поезда он тут же отправится в аэропорт и улетит уже в Севилью. Про баскетбол я не забыл. Обязательно расскажу. Очень интересный, так сказать, момент. И он интересен всем любителям спорта. Потому что такой захватывающий поединок был накануне. Второй суперфинальный матч. Первым выиграла команда Киевского будивельника. Так сейчас называется клуб «Строитель» в переводе с русского на украинский или с украинского на русский. Значит, «Строитель» будивельник. Ну, как вы знаете, второй суперфинальный матч. При счете закончился победой футболистов-жальгеристов дополнительное время. Ну, вот при счете 87-87 оставалось секунды. На последней секунде киевлянин Волков бросил по кольцу с дальней дистанции этот, так сказать, трехочковый бросок и попал в кольцо. Но судья матча взятия кольца не засчитал. Он единственный, так сказать, который имеет право принимать решение об окончании матча. Вот тогда-то были назначены дополнительные пять минут, в течение которых жальгерист и одержал победу. Киевская команда опротестовала эту встречу, направив протест в Федерацию баскетбола Советского Союза. Протест Федерации был принят, и в самое ближайшее время он будет рассмотрен. Но вот дело в том, что матч сам, опять-таки, в ближайшее время не состоится. Почему? Потому что вот как раз спорная СССР, в составе которой и баскетболисты, конечно, и киевской команды, и будильник, и жальгериста, начинает ответственнейший этап, самый активный этап подготовки к чемпионату Европы. Вот по этой причине в ближайшее время суперфинальный матч, третий, если он будет, так сказать, все зависит от решения Федерации, как она рассмотрит этот протест. Вот, ну, я, так сказать, уже забегаю вперед и говорю, он не состоится. Вот такая ситуация. Но все дело в том, что я почему-то так еще подробно рассказываю, потому что третий матч мы анонсировали, и он должен был ведь состояться сегодня, если бы он был, мы бы его показали, разумеется. Но так, трансляция, как вы сами понимаете, отменена. Но зато мы смотрим отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборами СССР и ГТР. Наши выигрывают 2-0, голы забили в первом тайме на третьей минуте Добровольский на 20-й Литовченко, 2-0. Ну, сейчас, как вы, такое на некоторое время территориальное преимущество имеют футболисты ГТР. Чаще владеют мячом, наши отошли назад, спокойно защищается, вот мяч у Досаева, и вот так проходит встреча. Ну, что, ну, 95-97 тысяч зрителей наблюдает за этим поединком на республиканском стадионе столицы Украины. Олег Лужный пасует по диагональному направлению Протасова Я думаю, вам интересно будет узнать и кто же в запасе в составе сборной Советского Союза. 12-й номер Василий Кульков, молодой защитник московского «Спартака», впервые приглашенный в сборную СССР. Большая часть. 13-й номер Андрей Зигмонтович. 14-й Александр Бородюк. 15-й Юрий Савичев. Вратарь Дмитрий Харин. Потеряли мяч советские футболисты, неаккуратно сыграли, и он выкатился за пределы поля, и за боковой бросает команда Германской Демократической Республики. Михаличенко. Длинный пас в направлении Добровольского. От Нагиев футболисты ГТР мяч ушел за пределы поля. Вратарь Дмитрий Харин. Перед встречей, вот Василий Рац на ваших экранах, он сейчас играет за клуб «Эспаньоль» в Барселоне. Вот перед началом матча он сам меня увидел, подошел и спросил, скажите, это правда, что центральное телевидение будет транслировать финал Кубка Европейских Чемпионов? Я говорю, да, 24 мая. Скажите, вы приедете, ну, значит, планируется моя поездка на эту встречу. Он говорит, можно я вас встречу и, так сказать, побуду на этом матче с вами? Естественно, и с удовольствием. Ответил я Василию Рацу, который тоже завтра улетает в Испанию вместе с Ренатом Тосаевым. Но тот Севилью, а Рац в Барселону. 30 минут сыграли команды в первом тайме, 2-0, впереди сборная СССР. Рац, диагональная передача направления Протасова. Тот головой сбрасывает Заварову, но, думается, несколько поторопился, потому что Заваров еще скорость не набрал и был далековато от партнера. Поэтому, наверное, надо было бы мяч остановить, попытаться придержать его, Протасова, а затем уже обострить игру, врывавшуюся в штрафную площадь, отдавая мяч Заварову. Вайс Лук. Сильно выбивает поле. Легкий ветерок в сторону ворот сборной Советского Союза. Но не он, как раз, так сказать, помогает полету мяча. Просто Вайс Лук, мощный вратарь. И бывали моменты, когда он выбивал мяч в поле, прямо в руки калкиперу, своему коллегу, коллеге из команды соперников. Кузнецов. Корлухович. Заваров. Здорово. И удар по воротам. Неожиданный несколько, правда, не сильный удар, но неожиданный. Ну, посмотрите, даже арбитр заставляет вратаря Вайс Лук попыстрее вводить мяч в игру. Ну, нетрудно даже, вы знаете, объяснить, почему, так сказать, не спешат футболисты ГТР, проигрывают 0-2. Вот тут же вообще терять нечего. Заваров. Град. Олейников. Горлюкович. Лужный. Нужный был мяч в игру. Олейников. Нарушения правил не было. Удар по воротам. Ух, какой удар нанес Михаиличенко. Мяч над перекладиной покидает пределы поля. Ну, вы знаете, вот посмотрите, пошла, так сказать, волна. Я бы назвал, так сказать, это болельщик эмоций. Когда один сектор встает, и в тот момент, когда он уже опускается, другой поднимается. И вот по стадиону пробегает такая волна. Ну, а все это очень здорово демонстрировали в свое время зрители чемпионата мира в Мексике. Ну, и мы с вами все это наблюдаем и на стадионе «Глобус», где проходит чемпионат мира по хоккею. Встретелям тоже такая игра нравится. Литовченко наносит удар, попадает в перекладину. Ну, пристрелялся сегодня Геннадий. Гол забил, сейчас попал. И тоже в свор ворот мяч угодил в перекладину. Сложный прием технически применяет Рац, но судья фиксирует опасную игру со стороны нашего игрока. Он оснащает свободной. Ну, Геннадий Литовченко на ваши экраны. Посмотрите, еще раз. Пас направо. Не смущаясь, расстоянием наносит удар внешней стороной стопы. Поворотом, как бы чуть-чуть подрезая мяч в сторону ворот в направлении дальнего угла. Попадает в перекладину. Отчаянный бросок вратаря. Все это очень динамично, красиво. Такие моменты не забываются. И добровольский пас вперед. Чуть выше, естественно, надо было послать мяч. И он бы дошел до Михаиличенко. Тридцать пятая минута. С первого тайма заканчивался матч сборных в СССР Германской Демократической Республике на Республиканском стадионе в столице Украины. 2-0. Впереди наша команда. Хорошо болеют зрители. Просто хорошо подбадривают сборные в СССР. Игроки это ощущают. Борьба за мяч. Врушение правил. Все по игре, так, в футбол. Никто ни на кого обижается. И футболисты ГДР вводят мяч в игру. Ближайшему, наверное, сопернику. Партнеру отдать надо мяч. Минус вулкал. Или все-таки будет навес туда, в район шкафной площади. Снова побежала волна по трибунам Киевского стадиона. Здесь же много туристов и из ГДР. На противоположной стороне стадиона. Угловой. Вот как раз сектор показывает, где я вижу противоположные стороны. Там болельщики команды ГДР собрались. Сторонными флагами. И сборный ГДР подают угловой место левого крайнего. Наши все команды отошли в свою штрафную площадь. Подача. Назад мяча. И что дальше? Дальше нашу дружно мяч отнимает и переходит в контратаку. Сейчас нужен точный пас. Вот на левом фланге Рацли. Если Михаличенко его увидит и сделает спидачу, нет. Он держится. Литовченко тоже правильно. Но и вратарь разгадал направление атаки советской сборной. И сыграл отменно. Посмотрите. А вот слева был Рац-1. Михаличенко его не заметил. Рац-1. Рато свечом. Служей пасует Лисовченко. Нет нарушения. Все по правилам показывает Арбитр. Вот сейчас штрафной Кузнецов оттолкнул соперника В штрафной сборной Советского Союза всего лишь два игрока команды ГДР Вот там третий подтянулся И задержка в связи с тем, что игрок ждет, когда другие футболисты его команды придут в штрафную Сейчас уже в штрафной нашей сборной Раз, два, три, четыре Рядышком со штрафной еще два игрока Вот подача Будет удар, нет, не обработал мяч Игрок нашей команды и нарушил правила Олейников 39-я минута первого тайма 2-0 впереди сборная СССР Ну, в принципе, наши не меняют избранному плану на игру Ну, правда, поактивнее заиграли сейчас футболисты ГДР А нашим чуточку не хватает точности в передачах Они иногда, стремясь, как можно быстрее перейти из обороны в атаку Посылают длинными передачами мяч вперед Ну, не точно И на этом, так сказать, так и захлебывается А в этой ситуации уже соперники Медвуз Тем более, так сказать, сейчас с энтузиазмом действует Поэтому тут просто надо наладить игру в пас Может быть, даже не спеша Заставить без мяча побегать команду ГДР И тем самым Умерить пыл И энтузиазм соперника Это хороший, привлекательный технический прием И тактический, естественно Олейников Ну, не спешить, не суетиться спокойно Горлукович По ассурацу Рассвещен Надо подойти к кому-нибудь поближе Вот видите От слова длинная передача В данном случае хорошо то, что игрок ГД ошибся Следует пас, вперед, удар, гол 3-0 Видите, как ошибся Соперники тут же воспользуются этой оплошностью Михаличенко Сделал великолепную передачу Площадь ворот И Протасов, находясь в окружении трех игроков Я имею ввиду и вратаря, и двух защитников Спокойненько отправил мяч в сетку ворот 3-0 В пользу сборной СССР Итак, Игорь Добровольский Третья минута открывает счет на 20-й Литовченко увеличивает Счет на 40-й минуте Протасов забивает Третий гол в ворота гостей 3-0 Я смотрю на таблицу У сборной Турции Значит, пять очков После четырех встреч Разница забитых пропущенных мячей Плюс 3-8-5 У нашей команды три очка После двух игр Разница Плюс 2 Три забитых мяча Один пропущен Вот сейчас плюс еще 3-6-1 Ну, тоже победа не вызывает Нашей команды сомнений Я думаю, так сказать Вы со мной согласитесь Хотя впереди таем еще Чудеса в футболе бывают Но не в таком уже матче Я тоже Могу даже заключить пари Да, для тех, кто играет в спорт С теми, кто играет в спортпрогноз Комментатор в азартные игры не играет В штрафной справа Подают футболисты ГДР Четыре игрока С этой команды В штрафной площади Пятый прибежал туда Седьмой номер Самая подача Неудачно сыграл наш защитник Но вот сейчас Хорошо разъезжает Обстановка Леточенко Не муто, что и лукаво Отбивает мяч Подальше от штрафной Сейчас И группировка сил Пройдет в штрафной площади Каждый займет там свое место Я имею ввиду наших игроков Возьмет под опеку соперников И игра продолжается Три минуты остается до окончания Первого тайма Том Можно бить поворотом И сильный удар был Мяч попал в ногу Леточенко Отскочил раз Отыграл его Досаеву Досаев побеседовал с друзьями Потому что так немножко Досаеву скучновато В сегодняшнем матче Работы у него практически нет Но внимательным надо быть все время Такова вратарская доля Кузнецов Лужный Справа Литовченко Кому пас Горлукович Горлукович, наверное, отдаст на место Левого края Вот туда Там, где защитник Нашей команды Там же Вот Рац Добровольский Впереди Михаиличенко Саваров Дальше всех Туда вперед ушел Протасов Он играет Рядом со свободным защитником Сковывая его, так сказать, действия Это тоже, наверное, по плану на игру Ну, наши пока перепасовочку такую устроили здесь Вот Ищут возможность для Острого паса И вот длинная передача Вновь в направлении Протасова Тут выиграл дуэль Но сбросил в мяч В штрафную Атака на этом Закончилась Лужный И Досаев Заканчивается последняя минута Первой половины встречи 3-0 Кузнецов Кузнецов Главное обороты не снижать И во втором тайме И дело не в том, будут ли голы или нет Во второй половине Главное, так сказать Вот эту игру Уверенную Результативную Сохранить И от нее, так сказать Пристать Итак, 3-0 В первом тайме В пользу сборной Советского Союза В матче с командой ГТР Перерыв Высокие технологии Безупречная управляемость Комфорт и надежность Форт Мондео Самый большой автомобиль в классе Кондиционер АБС Аудиосистема И семь подушек безопасности В стандартной комплектации Форт Мондео От 641 тысячи рублей Субтитры создавал DimaTorzok Движение населения Различных стран В сторону демократических свобод Сопровождалось противодействием Порой весьма активным И жестоким В Китае студенты Вышли на пекинскую площадь Тяняньмынь Требуя от правительства Преобразований В результате Демонстрацию разгоняют При помощи танков Тысячи студентов Погибают В Чехословакии Отмена монополии Коммунистов на власть Тоже началась С жестокого разгона Полиции и митинга Отмечавшего годовщину Самоубийства Яна Палаха Покончившего с собой Знак протеста Против советского вторжения В 68-м А один из организаторов Демонстрации Драматург-диссидент Вацлав Гавил Кстати, будущий президент страны Даже был арестован Когда волнения Прокатываются по Румынии Армейские части Сначала открывают огонь По демонстрантам В Тимишуаре По некоторым данным При этом погибает Несколько сотен человек А затем Спустя пять дней Как по команде Переходят на сторону Участников мятежа Свергают президента Николая Чаушеску И демонстративно Перед телекамерами Расстреливают его Вместе с женой Между тем Некоторая непоследовательность Действий правительства Советского Союза Говорит об отсутствии Единства внутри его В январе Объявляется О массовой реабилитации Тысяч граждан Угодивших под молох Сталинских репрессий А в апреле Военная сила Применяется против Демонстрантов в Тбилиси Затем в декабре На втором съезде Народных депутатов Действия в столице Грузии Осуждаются Однако события Следующего года Показали Все еще Остающуюся решимость Усмирять Бунтующие республики Силой Продолжение следует... Сборная СССР Ренат Досаев Капитан команды И вратарь Второй номер Олег Лужный Третий Сергей Горлукович Четвертый Олег Кузнецов Пятый Сергей Олейников Шестой Василий Рад Седьмой Алексей Михаличенко Восьмой Геннадий Литовченко Девятый Александр Заваров Десятый Олег Протасов Одиннадцатый Игорь Добровольский Главный тренер Валерий Лобановский Комиссар встречи Домингис Августин Испания На один градус Стало прохладнее Во втором тайме Сейчас плюс пятнадцать Встреча начиналась При шестнадцати Градусах тепла Хорошая погода Весенняя В Киеве Голы забили Добровольский Третья минута Двадцатая Литовченко Сороковая Протасов Полное преимущество Сборной Советского Союза Как игровой атак И Естественно Нашедшее Отражение В счете Лишь Где-то Во второй половине Первого тайма Чуть-чуть Было Перехватили Инициативу Футболисты ГДР Но наши были Все время На чеку И дважды Поймали на контр Атаках Соперника И реализовали Своё преимущество Три-ноль Ну а Первый гол Просто явился Результатом Блистательно Разыгранной Комбинации Рац Пасовал Заварову Разгадал Манёвру Саммер И Сборная ГДР Идёт Вперёд Ну так На всякий случай Для тренировки Игрок команды ГДР В пустые ворота Послал мяч Уже после того Как Проболучал Свисток Арбитра Кенета Хоупа Кенету Хоупу 49 лет В общем Он заканчивает Свою судейскую Карьеру Ещё годик До 50 Вот таков Лимит Возрастной Для судей И На этом Всё Так сказать Свои судейские Бутсы Повесят На гвозик Так же Как и свисток Ну Был приятно Просто Вы знаете Таки Удивлён Когда ему Сказали о том Что на стадионе Просто ответили На его же вопрос Сколько Зрителей На стадионе Когда ему Сказали 100 тысяч Он даже Немножечко Побледнел Вы знаете Забавная Такая Сценка Была Наши в атаке Олейников Класс Михаличенко Тот поднимает Мяч на штраф И будет Сейчас удар Нет Неудобно Что дальше Дальше Всё-таки Удар Состоялся Но не сильный И мяч Уже укатывался За пределы Поля Байсов Так на всякий Случай Овладел им От ноги Ведь Михаличенко Мяч Уходил За пределы Поля И Вася Всегда Посылает Его налево Но ошибается Из-за боковой Ведут в игру Мяч Наши футболисты Ну Вы видели Сами Этот эпизод С участием Заварова Конечно Я в первую Очередь Отметил Эту длинную Диагональную Передачу Из глубины Поля Оттуда Справа На левый Фланг Штрафную Площадь Врывавшемуся Заварову Обратите внимание Ещё раз Ну просто Прекраснейший Пас На метров 45 И вот Заваров Мяч Получает И ему Мне кажется Показалось Что вратарь Начав Движение Из ворот Не остановится А потому Он решил Вот таким Вот ударом Навесным Перебросить Мяч Через вратаря Но тот Почувствовал Опыт Ему Подсказал Что в общем-то Ничего тут опасного Не будет И тот Задержал Вратарь Задержался В воротах А удар Заварову Не удался И поэтому Мяч ушёл За пределы Поля Хотя В этой Ситуации Конечно же Напрашивалась Остановка Мяча Обработка Его И дальше Выход к воротам Заваров Имел Преимущество И в скорости И в расстоянии Но 3-0 По-прежнему Большое Преимущество Сборной Советского Слова В счёте Футболисты ГДР Ведут мяч Чтобы был Из-за боковой Хотя Суде сказали О том Что на стадионе 100 тысяч Я думаю Так сказать Полностью 100 Нет Потому что Есть некоторые Такие Целые Ряды Незаполненные Зрителями Если отсутствуют То я думаю Тысяч Пять Примерно Но всё равно Матч вызвал Огромный Огромный Интерес И за боковой Бросают гости Сборная Не только с точки С точки Дения Её Результатов Но и по игре Я ожидал Куда Впереди Порт Горлупович Подрабатывает Подрабатывает Мяч И точно Пасует Литовченко Тот Выходит Один На Один А я смотрю Мог ли он Отдать Партнеру Да Вы знаете Вот в последнюю Долю секунды Если бы поднял Или так сказать Скосил глаз И увидел Михаличенко Который сделал Обманное движение Как будто бы Рванулся к воротам А сам затормозил Вот в этот момент Пас в ногу Пустые ворота 4-0 Увы Мяч пролетел Мимо И произведена Замена В составе Сборной Германской Демократической Республики Сейчас Будет Подошел Судья 14-й Номер Ульф Кирстен Готовится Войти В игру Наказывали Помощь Ральву Хаупману Доктор и массажист Команды ГТР И вот Замена Покинул Более 6-й номер Хейко Шольц Между прочим У него была Желтая карточка В первом тайме Он ее заработал За грубую игру Хейко Шольц И наказан был Предупреждением Это доказание Свен Келлер 10-й номер В первом тайме 10 минут Сыграли команды Во втором тайме Впереди 3-0 Сборная СССР Добровольский Витовченко Протасов Отличились В сегодняшнем матче Пока Хаупман Тактический рисунок Добровольский Игроков наших маневрирует в пределы шоустрой площади. Вот подача опасная, но можно пить по воротам или вдоль ворот. Ну, это был все-таки, наверное, удар по воротам. Хотя трудность тут точно оценить, что это такое. Мяч ушел за пределы поля от ноги Добровольского. Удар от ворот 3-0. Впереди наша команда. Зигмантович разминается. Ну, я повторю еще раз. В запасе у нас Василий Кульков. Молодой Спартаковец. Первый включенный в состав сборной СССР. И уже тот факт, что он был в резерве в сегодняшнем матче. Конечно же, событие примечательное в биографии футбольной этого игрока. 13-й номер Андрей Зигмантович. 14-й Александр Бородюк. Юрий Савичев. 15-й номер Дмитрий Харин-Братарь. В резерве сегодня в этой встрече. Команда ГДР на половине поля сборной Советского Союза. Хорошо сыграл Кузнецов. Разгадал маневр своего соперника. Сам пошел вперед. Ну, вот чуточку раньше ему надо было отдать мяч направо. И даже показывает он как раз вот Заваров, что вот надо было ему послать мяч на правый фланг. Это был Заваров. Сейчас даже пытаются... Нет, это, простите, это Рац был. Тот оказался на месте правого крайнего. Один. А вот чуточку промядил Кузнецов. Его догнал соперник. Сбил с ног. Ну, снова наши пытаются. Сейчас вот Заварову пасовали. Тот не обработал мяч. 14-й номер. Отыграл мяч Кирстен своему партнеру. 9-й номер. Томас Дол. Передача Кирстену. И Рац. Играет не точно. Любезность, на любезность, сказать в кавычках, отведили футболисты соперничающих команд. И с заваром. Лужный. Литовченко. Из-за боковой сборки наши бросают и отдают мяч назад Горлуковичу. Рац. Михаличенко. Олейников. Траутман. Видите, как наше малейшее промедление тут же вступает в борьбу. Сразу старается снять мяч. Вот как в этом эпизоде и во многих других пас. Заварову. Заваров где-то по надвижениям ходит штрафную площадь. Арбитр показывает все было по правилам. Его точки зрения. Нашей. 3-0. Впереди сборная СССР. Может быть, этот счет опять все-таки что-то определяет иногда в решении арбитра. Футболисты ГДР в атаке. Удар издали. Досаев на месте. Ну, один из редких эпизодов, когда футболисты ГДР тревожат нашего голкипера. Тот на чипу. Нарушение правил. Андреас, том 11-й номер, оттолкнул нашего игрока Василия Раца. Горлукович играет с Кузнецовым. Градцевым. Олейников. Кузнецов. Заваров. Пас-центр Михаличенко. Ах, как хорошо было все задумано. Останови. Алексей даже так развел руками. Какая досада не получилась. А ведь действительно было красиво в этой атаке. И движение Михаличенко, и передача Заварова точно по силе. Все как надо. Ну, вот не обработал мяч Алексей, и мяч был потерян. Кирсен. Ну, конечно, вы знаете, я просто должен лишний раз отметить действия наших игроков. Как точно они выполняют, так сказать, задания на этот матч. Ведут борьбу на каждом участке поля. Не дают совершенно свободно играть сопернику. Выбивая его тем самым из колея. Значит, отбирая мяч, тут же получают возможность развития своей атаки. 62-я минута матча 3-0 впереди сборная Советского Союза. Ну, иногда в таких ситуациях хочется посоветовать нашим игрокам побыстрее избавляться, так сказать, от мяча, не давая сопернику возможности тем самым нанести травму. Смотрите. Особенно в тех случаях, когда чувствует игрок, что сейчас соперник выполнит подкат. Михаличенко. Анатолий, секунды чуть раньше, чуть раньше, чуть быстрее. А это, как правило, соперника злит, выбивает из колеи. Кузнецов. Наши ведут мяч из-за боковой. Литовченко. Протасов. Угловой справа будет наш подавать. Добровольского нам показали крупным планом. И угловой справа. Кто рад, стараться, побежал. Вот, посмотрите. Я спросил, как настроение его и впечатление от испанского чемпионата, от первых игр за Эспаньолем. Говорит, ну, трудно, потому что команда находится, в общем-то, сейчас не в лучшей спортивной форме. Так что приходится работать и работать и работать. Но интересно. Рац подает. Вайсок отлично сбивает мяч кулаком. И судья останавливает встречу. Было нападение на вратаря. И из своей штрафной мяч в игру ведут футболисты Германской Демократической Республики. Великолепно выглядит республиканский стадион в Киеве. Отличнейшее спортивное сооружение. Советские футболисты будут бросать из-за боковой. Судья на линии поднял флажок и показал в сторону ворот команды ГДР. Олейников. Кузнецов. Заваров. Добровольский. А где Рац? Рац на месте левого крайнего. Добровольский пасует Заварову. Заваров. Кузнецов. Кузнецов. Рац. Получает мяч от товарища по команде. Кузнецов играет с Заваровым. Можно играть, показывает судья. И Кирстен устремляется вперед. Вышедший на замену во втором тайме. Его преследует уже Кузнецов. Кирстен вводит мяч из-за боковой. Бросает в штрафную. Смотрите, как далеко. А удастся ли сделать передачу дальше на левой фланг, я полагаю. Потому что там только один брок сборной ГДР находился. Не удалось. Ну вот так серии таких бросков из-за боковой футболисты ГДР приблизились к штрафной площади нашей команды. Том. Он из Дрессенского Динамо. Ведущий игрок команды. И Динамо, и сборной ГДР. Угловой справа подают футболисты команды Германской Демократической Республики в штрафной площади пять игроков команды ГДР. Дешнер бросил. Толь. А что там было? Игра остановленная. А судья в штрафной площади. И что он показал, тут нам определил. На этот момент, когда подавался угловой, кто-то из футболистов ГДР нарушил правила, зафиксировал арбитр это нарушение. И вот Тасаев ввел мяч в угол. Кузнецов. 67-я минута. Матч заканчивается. 3-0. Впереди сборная Советского Союза. Добровольский, Литовченко, Протасов отличились пока в этой встрече. Протасов. Михаличенко вместо центрального нападающего показывает, чтобы ему послали мяч такой навесной передачи в борьбу. Но тут же его и сразу же перекрыли футболисты ГДР. И тогда последовала вот та передача по диагонали, которая была прервана футболистами ГДР. Они сейчас в атаке. Том. Одно обманное движение, другое. Вот и понаблюдайте за ним, как он точно отдает пас на коротке партнера, а тот играет не лучшим образом. Да. Если Том выделяется своей высокой техникой, то его товарищи по команде, конечно же, своего ведущего игрока не поддерживают. Рац. Горлукович. А ведь игры сборных Советского Союза ГДР в разные годы проходили в куда более напряженной борьбе. Мы помним о том времени, когда команда ГДР обыграла наших здесь футболистов в Киеве 2-0. В отборочный матч чемпионата Европы. И я вспоминаю потрясающий панакалусу борьбы поединок сборных. Тоже в отборочном турнире Европейского первенства в Берлине, когда матч закончился мячью 1-1. Матч, который был... Ничья равная была победе. И мы вышли тогда в финал Европейского чемпионата. Сегодня сборная ГДР далеко не та. Заваров. Нет нарушения правил. А вот Протасов был неправ. Извинился перед соперником. Штрафной правил футболиста ГДР. Ну, возможно, из группы нашей третьей выходят две команды в финал мирового чемпионата. Возможно, вопрос о второй путевке будет решаться, скажем, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Сегодня футболисты ГДР пропустили три мяча. У них и так отрицательная разница. Минус два, сейчас минус пять. Поэтому, может быть, они уже, так сказать, не спешат, дабы не пропустить. Тянут время под час, дабы не пропустить еще мяч. Ну, если представится возможность размочить счет, они ею воспользуются, наверное. А пока что вот так складывается ситуация в отборочной группе чемпионата мира, где выступают сборные Турции, Советского Союза, Австрии, ГДР и Исландии. Наши набирают пять очков. При отличной разнице забитых и пропущенных мячей выходят на первое место. У турецкой команды тоже пять, но она уже сыграла четыре встречи. У нас третья только. Нарушение правил штрафной. Следующий поединок 10 мая Турция-СССР. Очень серьезная встреча. 17 мая ГДР Австрия. 31 мая СССР-Исландия. В нашей группе игры закончатся 15 ноября поединком Австрия-ГДР. Последняя отборочная мать сборной Советского Союза 8 ноября с командой Турции. СССР-Турция. Значит, у нас в стране. Михаличенко неправ. Штрафной. Мяч в игре. Хаупман. Примерно пять-шесть игроков из Дрезденского Динамо в нынешнем составе сборной ГДР. А Динамоцы Дрездена, как говорится, без одной минуты уже чемпионы своей страны. Семь очков отделяют от второго места. Заваров делал передачу в штрафную в надежде, что к мячу поспеет Михаличенко. Но высоковато послал мяч. Играть можно. жест орбитра означает. И наши пасуют мяч Протасову. Рядом Литовченко или Олейников. Там пятый номер. Это Олейников, конечно. А вот сейчас Литовченко идет вперед. Пас Михаличенко. Ну, если бы Алексею удалось чуть-чуть подправить мяч левой, вратарь был застигнут на полпути к мячу в движении. И среагировать ему было бы на этот пусть и тихий удар необыкновенно бы сложно. Я даже допускаю, что он бы и не успел это сделать. И мяч так бы и вкатился в ворота. Ну, вот защитник чуть-чуть помешал нашему футболисту. И тот не нанес удар. 12-й номер вышел на поле в составе сборной ГДР. Я сейчас скажу, кто это. А мы смотрим повтор этого эпизода. Вот, посмотрите. Передача Михаличенко. И тот не успевает дотронуться до мяча. Ему помешал игрок команды ГДР. 12-й номер это Мейко Марц. А заменил он второго номера Ральфа Халптмана. Кстати, Халптман тоже представитель Дрезденского «Динамо». Вот он сейчас играл на месте правого защитника, покинул поле. Удар от ворот. 74-я минута матча, отборочного матча чемпионата мира между сборами СРКТР на республиканском стадионе столицы Украины заканчивается. наши уверенно ведут в счете 3-0. Лужный, Заваров, Рац, Горлукович и Досаев. Это полезно в таких играх мяч отдавать вратарю, чтобы он чувствовал, что он все-таки участник матча. Потому что один единственный раз подбеспокоили Досаева в втором тайме у полисты ГДР. В первом тайме в принципе так же было. В общем, нашему вратарю скучновато. Ну, в этом плане в хорошем смысле повинны наши игроки. полевые. Они играют здорово сегодня. И сейчас замена уже в нашей команде. Игорь Добровольский покинул поле. Вместо него вышел 15-й номер Юрий Савичев. Вместо игроков номер 15-й играет Юрий Савичев. Номер 15-й. Дол. Том. Пас направо. Вот так играет Том. Кирстен. Тарт вдоль ворот. Здесь уже два наших игрока преградили путь мячу угловой справа. Подают футболисты ГДР 9 минут до окончания этого поединка. Посили рацию мяча. Отдал его туда на угол поля и сам побежал в штрафную площадь. Разыграли футболисты ГДР мяч. Не было нарушения. Не было, конечно. Поскользнулся 9 номер Томас Дол упал и удар от ворот. Кузнецов, Олейников, Заваров, Михаличенко, Олейников. Совсем немного остается до окончания встречи. Что приятно, ни один зритель даже еще не сделал движения, чтобы покинуть стадион. Михаличенко. Протасов. не получилась эта атака. Как-то так замешкались наши в этом эпизоде. Контратакуют футболисты ГДР. Передача в центре штрафной площади. Нарушение правил штрафной. Игра остановлена. Удар так на всякий случай. Мяч летит мимо и сейчас наши уведут мяч в игру. получил легкую травму Василий Рац Савелий Майшалов доктор сборной Советского Союза с разрешения арбитра вышел на поле и вот сейчас здесь уже дальше у кромки они покинули рации доктор поле оказывается помощь нашему игроку а мяч в игре пока наша команда в меньшинстве Том Рац тоже вошел в игру так что в полном составе играет сборная Советского Союза вот раз уже мяч пытался перехватить мяч раз бросает из-за боковой Кузнецов Заваров ну как за здорово сыграл Заваров и судья зачем-то их встречу остановил потому что усмотрел нарушение правил со стороны команды ГТР Олейников Рац пас направо Лужному Литовченко Редактор Редактор Конечно футболисты ГТР пытаются это понятно как-то изменить и ход поединка результат встречи улучшить его для себя но наша команда играет по-прежнему собрано с настроением и шансов пока у соперника изменить что-либо нет но еще и осталось играть не так уже много но тем не менее это время 12 номер Василий Кульков дебют в составе сборной Советского Союза молодого спартаковского защитника поздравляем его с этим очень знаменательным событием его футбольной биографии пожелаем ему всяческих успехов в дальнейшем а а гостина г г и и и Наша команда пока владеет мячом в линии обороны. Насая выбивает мяч далеко, к штрафной площади гостей. Борьба за мяч. И вот Кульков устремился вперед. Занял место, может быть, даже несколько непривычное для себя. На месте такого левого хавбека, то ли нападающего, пока не понять. Хотя, так сказать, проявил он себя на месте правого защитника в составе московского Спартака. Рац будет бросать из-за боковой. Заваров. Кульков. Рац. Кульков. Помешал защитник сделать точную передачу. Так, два двенадцатых номера сошлись в борьбе. Рац. Кузнецов пас Горлуковичу. Можно отдать Лужному. Лужный мяч получает от Горлуковича. И длинная передача в направлении Савичева Юрия. Мяч попадает ему в спину. Михаличенко подхватывает. Можно бить. Нет, продвигается еще вперед. Обостряет ситуацию. Ну, конечно, там можно было бы и отдать кому-то из партнеров. Но, а чем хуже этот, скажем, эпизод соло Михаиличенко? Взволновал этот момент у зрителей, конечно же. Пробейся на ударную позицию Алексея Михаиличенко. Наверное, быть голым. Что он и пытался сделать. Траутман пасует Либерану. Тот левому защитнику. И футболисты ГДР так и не распорядились точно мячом. Мы вместе с Сашей. Кто же этот Саша? Саша. Саваров. Еще раз из-за боковой введут мяч в игру советские футболисты. Пять минут остается до окончания матча. 3-0. Впереди сборная СССР. Можно играть, показывает судья. Да, не было нарушения правил. Заваров. Михаиличенко. Рядом Протасов. А передача Савичеву. Подхватывает снова мяч. Михаиличенко пьет издали. Да, когда Михаиличенко у штрафной площади, это всегда опасно. Вот, посмотрите. Словно, так сказать, сеанс телепатии состоялся. Идет повтор того момента. Помните, когда он взял игру на себя. Я вступил в борьбу с защитниками. Обыграл вот одного. Уходит от второго. И дальше следует удар по воротам. Мяч уходит за пределы. Удар от ворот. 3-0. Впереди сборная Советского Союза. Мяч в игре. Удар издали подставляет ногу наш футболист. Это Литовченко. И судья останавливает встречу. Было нарушение правил. В сторону ворот сборной СР штрафной. Ну, примерно в 5 метрах от линии штрафной площади. Под углом 22 метра, я так думаю, до ворот. Приблизительно. Досайк дает указание стенкой закрыть правый от него угол ворот. Заваров пришел, встал в стенку. Три игрока сборной ГДР у Мяча там. Изготовились для удара. Четверо футболистов команды ГДР в штрафной. Вся наша команда в своей штрафной площади защищает ворота. Удар сильный и неточный. 4 минуты до окончания матча. 3-0. Впереди сборная Советского Союза. Горбукович на ваших ранах. Отлично играет в этом матче. На месте центрального защитника и игрок Московского локомотива. Итак, подходит к концу встреча. Я еще раз напомню, уважаемые друзья, кто выступал в составе сборной Советского Союза. И какие клубы он представлял. Ренат Досаев, капитан команды, Севилья, Испания. Олег Лужный, Динамо, Киев. Сергей Гордукович, локомотив, Москва. Олег Кузнецов, Динамо, Киев. Олейников, Сергей, Динамо, Минск. РАЦ, Василий, Эспаньоль, Барсенона, Испания. Алексей Михаличенко, Динамо, Киев. Геннадий Литовченко, Киевская Динамо. Александр Заваров, Ювентус, Турин, Италия. Олег Протасов, Динамо, Киев. Игорь Добровольский, Динамо, Москва. Василий Кульков, Спартак, Москва. Юрий Савичев, Торпеда. Главный тренер Валерий Лобановский. 3-0 впереди сборная СССР. Две минуты до окончания этого матча. Голы забили Добровольский, Литовченко и Протасов в первом тайме. Во втором пока забитых мячей нет. Но встреча еще продолжается. Василий Рац на месте левого защитника идет вперед. Пасует Савичеву. Соперник мешает. Выбивает мяч за пределы поля. Кульков бросает из-за боковой. Марц. Саммер. Наши держат оборону. Передача в центру. Удар поворотом. Опасный удар. Попади. Трудно было бы. Ворота трудно было бы Досаеву. Но мимо и удар от ворот. Ну тут призы лучшим игрокам. Матча. Я в начале матча говорил о том, что тут спонсоры стараются вовсю. Ну а главный спонсор сборной Советского Союза рекламно-производственное объединение «Электроника». И, кстати, может быть, забегая вперед, тем не менее, проинформирую, что эта фирма не возражает стать спонсором и нашего телевизионного футбольного обозрения. Мы тоже не возражаем. Удар нанес Кульков. Мяч пролетел рядом со штангой. Посмотрите, еще раз. Сильный удар. Но мимо. Ну вот на табло, на электронном хронометре пошла последняя минута этого поединка. Наши в атаке, но неудачно действует Юрий Савичев. Нелучшим образом отдал мяч партнеру. Но тут Кузнецов выручает свое товарища, пасует Кулькову. Кульков пытается уйти от соперника. Мяч теряет. Контратака. Получится или нет у сборной ГДР? Нарушение правил. Опасная игра. Высоко поднята нога. Вот даже, по-моему, и получил травму наш игрок. Вот с этой позиции надо ввести мяч в игру. Все в порядке, надеюсь. Да, ну, Лужный стал. Смотрю, при храму побежал. Все нормально. Наши продолжают встречу. Пас Горлуковичу. Сразу после окончания матча со свистком арбитра мы дадим вам табличку третьей отборочной группы чемпионата мира, где вы увидите, что сборная Советского Союза после этой победы выходит на первое место по пять очков у команды Советского Союза и Турции, но по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей впереди будет советская команда. И следующий свой матч 10 мая она сыграет именно с командой Турции на ее поле. Мы, конечно, будем травмировать эту встречу. Итак, финальный звездок арбитра. На мой взгляд, судьи из Шотландии отработали хорошо эту встречу. 3-0 в пользу сборной СССР. Галы забили Добровольский, Литовченко и Протасов. Поздравляем нашу команду с победой. И вас, уважаемые любители футбола. Центральное телевидение. Комментатор Владимир Наслаченко. Всего доброго.